Доброго дня, друзья! Сегодня я буду читать, так как эта беседа была проведена давно. Сказать своими словами её не получится. Хочется именно так донести, как я её тогда выдал. Итак, начинаем. Интересно, ещё конкретнее. По каждой руне какой слог и значение она имеет? Допустим, это база. А как словом творить? Давно думаю об этом, о творении слова. Я исхожу из того, что и слог, и даже отдельное гласное имеет своё значение. Силу. Сила связана с её значением. Согласные же это только слоги. Так как согласные без гласных не могут быть произнесены совсем. Попробуйте. У вас всё равно будет хоть краткое гласное, но всё равно будет. Согласные никак нельзя произнести без гласных. Гласные же являются и падежами. Каждый слог в слове в падеже. Ра-ре-ри. Понятно, да. Это определяет состав слоги, что оно должно при верном произнесении сотворить. Творить-то можно и без слов. Но слово верно произнесённое – это орудие для творения. Только неверно нужно произносить. А это означает понять и осознать, как вообще слово родилось. Как звук, каждый звук, что он и для чего он вообще. Ведь его произнесла однажды сама душа через тело. Так я, Всевышний Я, зычила она. Я зык, я зычу. Зычу, по сути, то же самое, что звучу. Звук – это равно зык. Это имеет значение, этот переход «Ы» или «ВУ». Дальше это я опять покажу. Я, внутренний наш смотритель – это Всевышний Я, по сути. Это основа осознанности. Через Я душа язычит, осознавая то, что видит. И может, судя по всему, и создавать этим «ИЗЛУЧАЯ». Используя слова, собранные языков. В современном языке многие слова неточные, гласные. И согласные тоже. Но всё это восстановимо. И как-то это, наверное, и с внешним намерением связано. Я, опять же, Всевышний Я, Лад Сварак, создавал эту вселенную примерно так. Предполагаю, с Ладой вместе. И в руны Одина, я так понимаю, это тоже заложена, это основа, база. Поэтому они и работают. Вероятно, ибо в мышлении люди попусту тратят силу слова. Я это так понимаю. Мышление в смысле образцы поведения. Это как бы во сне наяву, по сути. Язык-то мы берём мышлением, готовыми словами в смысле. Уже не знаю, как каждое слово рождается. Разум когда-то это знал. Разум Творца чистый. А после разум, как это обычно бывает, решённую задачу переводят в мышление. Как готовое орудие. Ключи. Но в мышлении Творца языка это ещё, наверное, работало. А после передачи готового языка, может и не сразу, так как по прямой передаче тоже работает. Но утерялось, когда стали в попусту словами трепать и меньше в осознанности находиться. Валерий Алексеевич Чудинов подошёл к этому на уровне, что слоги – это корни. Но, видимо, из-за естественной научности не смог дальше пойти, хоть о тонком мире иногда и говорил. И даже книгу написал. По-своему, опять же, в рамках той самой естественной научности. Это из-за тупости людей потеряно или намеренно кто-то что-то хотел? Я бы не назвал это тупостью или намеренностью изначально. Это свойство разума – для каждого замка делать свой ключ. А у тех, кто берёт эти ключи, уже часто нет вопросов – а как они были созданы? И почему именно эти ключи открывают именно эти замки? И как замки-то вообще устроило? Да, впоследствии в житие в образцах мышления превратилось в тупость. Когда не разбираясь уже тыковать неподходящий ключ во вроде бы подходящий замок. Но замок не тот или ключ, а разум спит уже. И далее, конечно, находятся уже те, кто намерен этим пользоваться. Видя тупость народа, который отнюдь не тупой. Спящий попросту. Так, в общем-то, как я вижу, золотой век и кончился. И так же он и начнётся. С пробуждения. Вначале было слово, а слово было Богом, а слово было Богом. Я не знаю, говорил ли я тебе когда-нибудь о поэзии? Почему в поэзии столько силы иногда? Ты иногда же знаешь, да, сколько сил ты писаешь? Само слово вроде импортное наше. Поэзия от Петь. Ну, если взять, что об этом говорит Википедия. Происходит поэзия от древнегреческого поэтес, делатель, исполнитель, сочинитель, поэт. Далее от поэа. Делать, изготовлять, сочинять. Далее. Проэнд европейский язык. Ай-яй-яй. Хе-хе-хе. Вообще даже на букву К. Квойва какое-то. Русская поэт в 18 веке в форме пиита. Также пиита. Первая форма заимствования через французская поэта. Немецкая поэта. Короче говоря, это словарь Фасмера. Фасмер, соответственно, был не русский. Тони не мог никак русский язык на первое место никогда в жизни поставить. Поэтому он не мог сообразить, что поэт от слова Петь. Ну, ладно. Это тема десятая. Вот. В общем, поэзию отпеть. А вообще могло быть вот так вот. Это кто? И что он там делает? Спросил кто-то. Он поет. Ааа. Так и запишу. Поэт. Вот примерно так в искажение языка у меня уходило. Уже давно я сталкивался с попытками рассказать о том, что поэзия была тем, что творит слово. Не я первый, конечно, в этом. Ведь стих, опять же, со стихией связан. На распев как бы читается. Да и песня, по сути, тоже самая. Изначально, вероятно, те, кто видел слово и как оно живет, то есть то, из чего оно состоит и как работает, и видел, как это применять и были поэтами. Я, наверное, помню что-то. Припоминаю, так сказать. А может, я не помню. Поэтому меня и тянет все время к языку. И да, творение словом это тоже входит в часть исследования языка. Сейчас есть тоже заговоры, например. Александр Александрович Шевцов умеет их делать и видит, как. Но кажется, это несколько другое. Он может тебя влюбить в морковь, в кусочек хлеба. И ты будешь бегать с ним, как безумный. Но это влюбленность. Страстная причем. Пока не съешь, например, эту морковь или кусочек хлеба. И сразу все успокаивается. Ну, так мужика. Заговор. Ну, так заговоры и делают. Там привороты и прочее. Он-то показывал в своих работах. Его бабушка учила этому. Ну, бабушка, в смысле, не родная бабушка, а те старики, которые его обучали. Но там это несколько по-иному работает. Не в видении самих слов и слогов и гласных. Творение словом, оно как-то связано, как оно искусством было. Особым искусством. Ведь речь, именно речь, не была средством общения. Это я так вижу. В пустую силу слова не пускали по ветру. Да, верно отмечено молчание, молва. 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 Молвить. Молитва. Мол... Молва. Оттуда же, кстати говоря, происходит. Просто L выпало и получилось мова. Потому, вероятно, по ветам и проклятия, кстати говоря, срабатывали чуть не сразу. Особенно, когда мудрецы проклинали. Ну, мудрецы – это не совсем правильное слово в данном случае. Я бы, конечно, не называл мудрым того, кто проклинает, но перевели тех людей слово в мудрецы. На самом деле, их название на санскрите «рыши» – это, если вы посмотрите на санскрит, то сразу поймете, что «рыш» происходит от слова «речь». Причем «рыш» – это от слова поэзии, поэзии, гимнов. В действительности они получали знания напрямую от Всевышнего, то есть считывали напрямую из поля сознания Всевышнего. И переводили это в речь. В общем-то, я тем же самым, по сути, занимаюсь в достаточно узком направлении, только когда правкой судьбы я работаю с человеком, и я считываю с него напрямую через Всевышнего. Я не подключаюсь ни к каким эгрегорам, не дай Бог, как говорится. Я напрямую от Бога, как говорится, считываю то, что есть в поле у человека, и могу видеть тогда уже в нее. Вот если я буду подключаться от кого-то, меня могут обмануть. А Всевышний высвечивает все вот эти вот подключки. Ну, в общем-то, это примерное устройство, как работает правка судьбы и как вообще «рыш» жили. В «рыш» они, кстати говоря, есть жрецы. Жрецы, они выходят все-таки за пределы сословий. Они даже не входят в четвертое сословие. Четвертое сословие – это учителя, ученые, обридодей, там те же самые священнослужители, жрецы. Нет, они зреть, как раз считывать данные, сведения с поля сознания общего. Это есть Всевышний общее сознание, оно все, оно взлит до бесконечности. В нем есть все. Все знания. И жрец, это уже, который речет, такое слово имеет двойное значение. Ну, по кресенью, кстати, говорят, опять-таки, народная психология. Душа, когда есть боль, восстанивает эту боль звуками. Я вижу, в этом итоге как раз слова рождаются. Они тоже в некотором смысле боль, так как они давят на душу. Что заставляют душу колебаться по-своему, и она начинает их выпивать. Поет, стихи слагает, через тело начинает это все производить. Вот тут где-то творение словом как раз таки и есть, настоящее. Так рождался язык истины, русский, с одной С. Даже если его утеряют, когда-то снова его воспроизведут заново, по его воле, по тому, как он через него рождается. Это его язык. Он в этом смысле, язык, неуничтожим, вечен, ибо живет в самой душе. Нужно разобраться, творят гласные. А просто и слоги. Вот Александр И like сказ, еще раз упоминал, что Раскольники перед казнью, сожжением... Да у нас тоже инквизице была. Произносили ответ на все обвинения только «А-а-а-а-а-а-а-а...». Хотя сам Шевцов в эту сторону так и не углубился, хотя как ему это доступно, по моему мнению. может быть я ошибаюсь, но смысл того, что может быть и правда раскольники знали, что есть ААА, то есть сам звук и руна А, что она, ее исток, ее значение. Ну непосредственно о речи, речь, реч, реку, качей, переходный, возможно, не просто так для удобства звучания. Ре, это слог, означающий свет духа в падеже, ре, в направлении к. Но самое любопытное, что то же самое слово речь, как раз таки звук, зык, то что я говорил, я сейчас буду рассказывать об этом. В другом падежном слое будет уже как рык, рычать. Случайная голосовка или так задумано? Речью обладают боги, а животные только рычанием, рыком точнее. Рык рождает животная душа. По сути, то же, что стон, вот как при кресенье душа стонет. Да, это тоже в некоторой степени язык, речью глаголит душа божества. Можно опять же, кстати говоря, заглянуть в слова Реализаренкова. И, если кто знает исследование Валерия Алексеевича Чудинова, он докопался до того, что медведь раньше назывался Бер, а до Бера он назывался Рыкас. И опять же, в слове Реализаренковой санскрит сохранил начальное слово, означающее медведь. Рыкса. Медведь, Рыксе, медведица. И Риши, и Рич, все оттуда же. То есть, рычать, речь. Просто Рык, это животная душа, она как бы, как я рычит, это язык того, что, типа, есть хочу, пить хочу, играть хочу. А Божественная душа, человеческая душа, она уже речет. Она уже может говорить, я хочу красивые дворцы, храмы, статуи, ну, сады красивые, фонтаны. Это уже человеческое, это душевное, животное это не нужно просто. Ну, сам смысл в том, что они имеют общий корень и общее понимание. Что это и то, и другое, речь, Рык. И это уже не просто стон, а некоторая осознанная песня души, выражение чувств через слова. Да, это так, песня, поэма. Стихи стихнут, стихи, ведь стихи выражаются чувствами в песнях и поэмах. А село слово, как раз таки, в чувстве. Потому что чувство наполняет вот эти вот звучания. Я думаю, звучания бы не было, если бы не было чувства. Да, можно неправильно слово с чувством произнести и тоже сработает. Но это так, скорее, будет как заговор уже, как вот Александр Александрович Шефток показывает. Там образ за словом верный и намеренный. Но вот если видишь гласную, соответствующую ей стихию, в чувстве, то можешь творить слова и словом. То есть и слова можешь творить, и словом. Ведь, например, если нет образа, который вырезал для себя разум в плотном мере из вещества сознания, то как создать то, у чего еще нет образа? Что-то же есть до образа, и оно может прозвучать через тело и обрести вид, из которого разум уже сделает образ сознания. Из пространства, как раз вариантов, из поля событий, всеобщего сознания это все происходит. Вот сказали нам, показав, вот это вот, мол, яблоко. Ты знаешь, почему яблоко это яблоко? Вот, например, не знаю. Я даже не знаю, из чего это слово вообще образовано. Ну, могу только предположить, что вот яблоко это нечто явленное оку. А яблони это явленное она. Может и не так все, но тут у меня нету, как говорится, ни зацепок, ни знаний. Вот так мы и не можем, поэтому творить слово. Ну, не знаем изначального. А чтобы знать изначальное, нужно попросту обратиться к своей душе. Ну, с яблони это такая штука, как бы я случайно попал в библейскую историю, потому как яблоня самым известным словом стало. Ну, с яблони из Библии это, может, я не попал, вот и так. Но сам факт, сотворение словом, господа хорошие, это как раз производное звучание нашей души, которая еще не знает, что образов тех, которые нам передали родители, общество, их еще не было, потому что. И душа однажды этим прозвучала. И так появились слова. Русский, с одной из.